Была такая группа «Дымовая завеса». Ну, как все подростки, наверное, там, в 94-м, наверное, году я что-то увлекся как-то рэп-музыкой. Нас двое было я, соответственно, вот, Слим, и Леша, вот, Лексус. Мы жили там в 3-х минутах на районе друг от друга. Я что-то в 9-м был, по-моему, в 11-м. Ну, и вот, он там что-то раньше меня стал делать, какую-то там альтернативу. У них там группа была, Инжер Блок. Потом эта группа как-то что-то распалась, мы стали делать «Дымовую завесу». Там очень смешно, там музыка писалась, там такой синтезатор типа Кассио, не знаю, там какой-то там. Ну, который там рекламировали, там, по телевизору, где там уже забиты, там, такие-то барабаны, там, ну, такой смешной, короче. Там скрейч делался так, и ты нажимаешь на одну клавишу, вот. Ну, и, соответственно, компьютера не было. Пришлось, ты, то есть, прописываешь барабаны, там, вживую, на кассету. Там такой пульт маленький, микшерный. У тебя два кассетника. Ты писал барабанную партию, вставляешь эту кассету, играет барабан, ты вживую бас наиграешь. Потом меняешь кассеты, короче, наигрываешь, там, не знаю, пианин. Тексты у нас, конечно, такие, там, поначалу были забавные, типа, там, что-то там, ну, про маугли, джунгли, там, что-то. Каменный джунгль поглощает тебя, закон джунглей прост, каждый сам за себя, что-то там. Они не боятся шерха на злой мести, они ничего не боятся, они многое могут, лишь стоит подняться. Потом мы поехали на студию. Первая на нас студия профессиональная, это смысл жизни, вот, была. На нас произвело большое впечатление, там, типа, микрофон, акустическое, там. Каких-то нереальных денег раньше стоила запись, там, типа, песня выходила, долларов 200-300, что ли, пришлось отдавать. Но это не сейчас не те, которые сейчас 200-300 долларов, а тогда это, ну, как сейчас, я не знаю, 1000 долларов. Записали мы 4 альбома студийных, последние этажи, вышел в 2006 году, первый релиз от САО, вот, хороший альбом. Не знаю, я до сих пор иногда слушаю, но и многие, как бы, считают, что даже, не знаю, там, типа, на уровне центровских качелей, типа. Ну, я так не считаю, но они разные, как бы, там, естественно, качели, они на более широкую аудиторию были. Я доволен, вот, от этажей альбома, за которыми вообще не стыдно, остальное, конечно, что-то как-то слушать нет желания. Дальше начался центр, и у Леши, там, двое детей. Денег мы на этом не зарабатывали никаких, все это было на энтузиазме, на каком-то гастроли за всю историю «Думовой завесы», у нас было штуки три, наверное. Было много выступлений в разных московских клубах, в основном в пьяном виде, совершенно невменяемом, вот. Ну, потому что это было все как хобби, типа, увлечение, вот, и никто серьезно к этому-то не относился. Ну, и как-то его, наверное, съела все-таки бытовуха, вот, а я ушел, пошел дальше заниматься рэпом.